здравствуйте мы на канале это он тв это программа тема дня сегодня веду я михаил горин одну секундочку да восстановилась сегодня веду я михаил горин и начнем мы с новостей из москвы в османный район районный суд удовлетворил иск роскомнадзора о признании лицензии новой газеты недействительной как утверждает куском роскомнадзор поводом для иска стало то что в 2006 году издание сменила учредителя редакции но не предоставила в роскомнадзор устав как того требует сми об этом мы будем говорить по журналистам павлом коныгиным много лет проработавший в новой газете павел вы почти без малого 20 лет по моему там работали 18 лет собственно говоря вот и можно сказать что я как бы формально уже ей не принадлежу поскольку занимаюсь развитием своего собственного небольшого медиа который называется продолжение следует но все равно я считаю что являюсь частью семьи большой семьи новой газеты и в общем то всегда ей буду потому что как бы не назывались наши медиа новая газета европа продолжение следует как у меня на ютюбе или как-то еще все равно мы принадлежим одной общности и поэтому очень печально видеть что вот эти попытки нас уничтожить хотя опять же скажу я об этом говорил я я я я уверен что мы не только справимся и выстоим но и переживем на самом деле как и как и все остальные как вы михаил переживем эту эту черную страницу переживем по крайней мере эту власть это у этого так называемого президента что будет дальше после после этой власти после этого президента это большая конечно же большой вопрос но то что они не вечны то что в общем месяцы их сочтены мне кажется это уже абсолютно понятно но к сожалению вот этого времени вот эту этого этих 30 лет там или 35 лет до сначала перестройки мне тоже 35 лет я родился восемьдесят в том году когда был подписан между рейганом и гробачевым собственно документ это соглашение а значит при остановке в оружии гонки вооружений когда началась собственно активная фаза перестройки когда все заработало вот закончилось еще все вот буквально несколько дней назад со смертью гробачева с тем что с отзывом лицензии закончилась за 24 февраля если еще шире взять да с войной потому что до войны еще были надежды на на то что мы встанем мы вернемся в какую-то цивилизованную колею сейчас уже этих надежд никаких нет как на как сказал муратов ясно полностью согласен подарок перестрой по подарок перестройки которую которую сделал нам в общем гробачев ну или так в общем эпоха этот подарок кончился его больше нет его больше не будет и дальше наше будущее туманно смутно и будет ли сохраниться россия в том виде в нынешнем ее виде большой вопрос то что мы будем все разъединены что мы все уже находимся в разных странах мы можем работать но все равно мы потеряли 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 эту страну до этой страны больше нет какая дальше будет страна никто не знает она будет без путина это сто процентов но с кем она будет дальше будет ли в ней будет ли мне хоть какая-то хоть какое-то подобие уважение к человеку какая-то демократия какие-то институты будут ли они сохранятся хранится ли хоть что-то хорошее из того что было сделано или это будет катастрофа или это будет полностью более глубокая фашизация и такие люди как стрелков гиркин с многотысячными даже сказал там сотни тысяч подписчиков да у него если мы посмотрим на дна других сторонников да вот этого крайне радикал радикального права движения еще больше людей стало на открыто высказывать откровенно людоедские взгляды понятно что это не большинство людей наверное наши в россии но это достаточно достаточное количество чтобы подогревать чтобы давать опору опору власти чекистов да которые конечно же наверно сами не разделяют до конца вот этого да вот этого апокалиптического такого подхода но они опираются они опираются на самые низменные на самые низкие чувства чувства людей пробудилась пробудилась зло они пробудили зло пробудили эту невероятную русскую хтонь и она их конечно же погубит она их погубит и дальше чет его знает что будет дальше скажите пожалуйста мне интересно ваша точка зрения это случайно так совпало что решение суда было принято буквально через пару дней после того умер Михаил Сергеевич Горбачев основатель новой газеты ее соиздатель и вообще человек считавшийся чтобы последнее неприкасаемое лицо и последний барьер который служил между вами и властью это случайно так совпало это или это просто такого символика такая так сложились карты знаете михаил вообще в принципе мы же сами знаем что эти гребаные значит так называемые нынешние правители они большие так сказать нумерологи да это же ужасные ужасная там какая-то стяга к суевериям каким-то знаком каким-то какой-то такой вот мистики такой бытовой точнее не бытовой такой вот дешевый пошлый значит какие-то вот эти вот карты да вот как карта ляжет эти полковники кгб да вот они все пропитаны почему-то этим этим суеверием поэтому и конечно я не верю что это спеца что они что они знали до кончине Михаила Сергеевича Горбачева и подгадали но тем не менее так совпало наверное да наверное какие-то другие вещи да они они имели ввиду может быть премия камертон да который вручает новая газета премия имени Политковской да вот как раз приурочена вот этот вот отзыв лицензии да может быть выход очередной выход журнала но да который выпускает муратов на на вот как бы на базе редакционной базе новой газеты тоже другое издание но его тоже собираются уничтожить непонятно но одно остается верным то что им это все безумно нравится конечно они верят в эти совпадения они сами пытаются их создать или подстроить да конечно конечно для них смерть Карбачева там день рождения например Политковской да в один день произошло и то же самое и например гибель какая-то трагическая совершенно кончина Манана Асламазяна в Ереване которую сбила машина тоже в этот день произошло да и вот как раз связанные с этим связанные с этим отзыв лицензии все это конечно какая-то как говорил как говорили наши коллеги в двухтысячных гребанная цепь событий связанных между собой даже если напрямую неумыслом то просто время так связало и от этого конечно становится еще гаже наверное наверное в общем то не видно здесь какого такого просвета эпоха ушла действительно и она уходит вот вот вместе с людьми вместе с коллективами ну будем надеяться что эпоха новой газеты все-таки до конца не ушла что она вернется в том или ином виде или через какое-то время это точно скажите пожалуйста решение суда же по сути дела было формальностью новая газета и так не выходила уже несколько месяцев вскоре после если я правильно помню развитие входа событий то вскоре после начала войны новая получила подряд два предупреждения от Роскомнадзора третье бы привело к закрытию газеты и главред вместе с коллективом как объявлялось приняло решение приостановить выпуск чтобы газету не закрыли окончательно и кстати поэтому это была в общем то формальность кстати тогда я помню журналистское сообщество неоднозначно оценила решение Муратова остановить выпуск да что это попытка играть по правилам власти а с такой властью играть нет смысла и все равно мол новую ждут то же что ждало допустим в конце потом эхо Москвы да и сейчас новую скажите у вас есть собственное мнение по этому поводу это был правильный шаг или единственный был выход в то время я думаю что это был правильный шаг и я думаю что Муратов конечно же делает все возможное для того чтобы как можно дольше сохранить возможность говорить открыто говорить как можно да то есть настолько открыто сколько тебе позволяет ситуация и эти так называемые законы говорить правду говорить то что есть на самом деле вот если посмотреть сейчас то что дело выпускает там но да вот новый рассказ газета по сути за какими-то там редкими купюрами на которые вынуждена идти редакция да называть спецоперацию там дань войной спецоперации там еще что то то по сути это на самом деле острая критика просто острейшая критика того политики политики нынешнего режима и эта критика раздается из сердца Москвы да не откуда-то там из-за границ а из сердца от этого она становится во первых еще более достоверной еще более острой когда уже никто ничего не говорит а все еще выходит журнал а все еще выходит сайт авторы пишут и конечно сохранить эту возможность как можно дольше да чтобы по крайней мере для для очистки собственной совести для того чтобы дать пример другим да или показать будущим подобным что можно было влиять и мы эту возможность имели мы ею пользовались до самого конца потому что конечно когда мы видим что это возможно мы видим что наверное и эхо москвы каком-то видит продолжает тоже выходили допустят нет уже волн пусть это уже эфира но есть канал есть и живой венедиктов который выпускает живой гвоздь и там по-прежнему приходят к нему люди и по-прежнему говорят и критикуют и это все раздается это довольно громко потому что это происходит в москве и мы понимаем что как только они уничтожат да какие-то формальные берут формальные так скажем да средства производства отзовут лицензию они попробуют прийти возможно в редакцию начать строить козни в плане нашего офиса да на нашего человеческого пространства затем будут еще какие-то действия они будут нажимать и нажимать и нажимать и ничем хорошим конечно это не кончится но я вижу что муратов настроен по-боевому и конечно он так просто не сдастся и не сдадутся люди которые там находятся и не сдадимся те кто выехал из россии они нас просто не заткнут слово тех кто но слова тех кто находится в москве конечно оно понятно да а скажите пожалуйста я хочу вернуться к вашим словам повод того что новая в общем-то не до конца добита что какими-то в виде каких-то осколков она все равно продолжается вы уже сказали об этом журнале но хотя если я правильно помню то первый тираж ее был не получил распространение там были там были но там ну естественно его ему не дают зеленого света да блокируют но люди могут его купить в редакции а где могут зайти на сайт а вот да я известно что в европе выходит новая газета . европа которую издает по моему вместе с коллегами кирилл мартынов вы сказали что у вас начался собственный проект продолжение следует это youtube проект да это youtube проект и скоро мы запускаем скоро мы запустим сайт и у нас будут будут еще мы мы становимся полноценным полноценным медиа продолжение следует по иронии здесь нет опять же ничего преднамеренного по иронии мы продолжаем то что делали раньше то что я делал все эти 20 там 18 лет я собираюсь продолжать с другими коллегами мы собираемся это делать поэтому новая газета будет существовать вот в таком виде в виде новая газета европа в виде нас продолжение следует есть другие ребята которые какие-то другие свои проекты даже не политические да делают например вот есть такой журнал кедр который делают авторы бывшие авторы тоже новые газеты это издание про экологию но как раз вот на стыке экологии и таких острых социальных вопросов в общем журналистика остается ее невозможно ее невозможно уничтожить но что можно сделать можно попробовать ну пока пока ты не посадишь всех да пока ты не доберешься своими руками до до людей вот горло не потянет да вот 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 до этого момента люди будут говорить люди будут работать и в этом смысле и даже я не вижу проблемы с доступом поскольку невозможно сейчас невозможно закрыть интернет таких нет возможностей у россии до заблокировать заблокировать ютуб это значит начать войну с гугл это значит лишиться огромного количества куска интернета да без которого там не сможет существовать ни один рунет никакой рунет не сможет существовать да без сервера google оборудование которое не поставляется из-за санкций да невозможно реализовать закон вот этот закон мировой да потому что нету оборудование это оборудование на санкции не будет поставляться короче говоря есть много аспектов которые не напечатать та же самая война которая оттягивает себя все ресурсы которая дает нам основание говорить что государство нынешние нынешняя власть ее возможности гораздо меньше чем чем она пытается представить да что она не такая сильная и не такая в общем-то не такая всемогущая это единственно какой-то оптимистичный такой вот здесь момент у меня ожидания что недолго осталось я я думаю что это вопрос месяцев ну может быть там нет не двух-трех там да ну может там это будет год или два-три но в таком режиме существовать страна не может люди к этому не готовы какие сколько бы они ни были дифферентны к войне но резкое сужение возможности резкое сужение доступ к информации к товарам и услугам комфортному уровню жизни особенно в больших городах да мы не говорим про маленькие города мы говорим про миллионники про самая про самую активную часть населения народа они конечно они конечно все это чувствуют будут чувствовать все сильнее и сильнее не говорю о том что они выйдут будут представить нет но это просто люди в это они будут уезжать они будут подмывать основу до этого режима на чем он будет держаться есть если только не они не создадут цифровой цифровой гулаг прямом смысле слова да то никаких никакого его фундамента уже нет у меня к вам последний вопрос он в общем то не имеет отношения к новой но так уж случилось что эта новость поступила в эти же дни и косвенно касается и и я имею ввиду приговор ивану софронову российскому журналисту который признан виновным в госизмене и приговорен совершенно к чудовищному сроку 22 года лишения свободы в колонии строгого режима я к вам два вопроса это все из той же серии того что мы с вами обсуждаем свободы слова информационной зачистки или это немножко другая история это первая часть вопроса и 2 как известно думаю что вы видели коммерсант где работал иван сафронов опубликовал на первой полосе очень теплые слова о нем поддержки и как вы думаете почему это появилось я имею ввиду учитывая кто владелец этого издания как могло такое пройти что это или это о чем-то говорит или нет я думаю что в коммерсанте и в рбк осталось довольно большое количество приличных людей я думаю что в целом редакции рбк и коммерсанты это все еще прилично верю в это уверен в этом которые вынуждены работать под этим под этим гонетом но они не потеряли человеческого лица они не сделали гадость они не сделали предательство которое сделал да сделала газета ведомости по сути потому что то что мы потому что человек который работал о ведомостях не написала собственно говоря ни слова поддержки этому человеку своему бывшему сотруднику они писали обоевании сафроновыми какую-то совершенно унизительную тупорылую какую-то пошлую фразу экс-журналист что значит экс-журналист нет такого определения журналистом всегда журналист тем более что мы знаем из материалов из из того что мы знаем адвокатов и со слов обвинения до спорта точнее из материалов обвинения которые мы недавно были благодаря проекту узнали а как раз все главное это претензия так сказать претензия да главное недовольство государства к вам оно было связано именно с его журналисткой работой с тем временем когда он работал журналистом что значит экс-журналист вот поэтому коммерсант да коммерсанты рбк вышли замечать замечательными обложками замечательными материалами про ивана я думаю что они сделали это поскольку редакции в общем-то взяла на себя эту ответственность обе редакции несмотря на какие-то там возможные последствия со стороны там алишер усманова в случае с коммерсантом да например вот но я думаю что не будь войны ивану бы приговор такой как действительно не вынес я думаю что была бы большая компания в его поддержку я думаю что конечно люди бы высказывались громко и открыто и что конечно власть бы не пошла на такое на такое людоедство которое стало возможным и допустимым только сейчас когда убивают когда эта же власть убивает людей в украине когда она в общем то просто отправляет на перемолот до заключенных из из тюрем когда она отлавливает людей по донецку луганску мужчин молодых и отправляет их тоже на 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 эту на это крошево где действительно это не война это просто перемолот и людей там никто не жалеет и и но сейчас сейчас власть решила что можно все даже даже не была еще такой власть какие-то люди решили что можно все можно отомстить человеку за какие-то сорванные контракты где-то там в египте какие-то какие-то публикации которые не привели к ожидаемому коррупционному эффекту да так вот отомстить чтобы другим неповадно было да может быть даже не думают об этом а просто отомстить потому что сейчас можно все сейчас можно с кем угодно все что угодно потому что мы видим как подмывается так называемая монополия на насилие когда насилие вот-вот буквально захлестнет до города и города и улицы и что будет делать слабеющая власть она слабеет она слабеет этого пока может быть не видно не видно так сказать нет этого ощущения да но мы видим и приближающуюся вот эту вот эту 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 катастрофу нас ждет какое-то 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 очень темное время и в общем-то единственное что здесь мы на что может смотреть оптимизм это что скорее всего ваня будет гораздо раньше я думаю даже чем даже середина чем даже и третьего или нам даже четверть приговора я в этом не сомневаюсь надеюсь чтобы иван выдержит это так же достойно как он выдержал вот эту всю всю эту безумную ломку когда его пытались сломать а он не сломался и выдержит так же как и навальный как же как и я что как же так же как и кармурза и все остальные розман в этом нет никаких сомнений и это герои и мы 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 верим и и и будем их поддерживать павел спасибо за этот разговор удачи вашему проекту продолжение следует да и проектом ваших коллег как по новой газете надеюсь все сложится хорошо на этом на этом все напомню что моим собеседником был журналист павел коныгин всего доброго